друзья вы уже видели подготовку ингредиентов мы сегодня будем делать пирожки вы видели морковка это кислая капуста это татьяна из израиля помните ссылочку я дам как я ее встречал выбрали а чем пирожки будут нас капуста морковка на этом самом посмотрим какие у нас пирожки получат немножко притушим капусту ложим ложим добавим по вкусу немножко сахара и немножко соли хорошо никакая а до каких пор ее жарить она начнет немножко темнеть совсем чуть-чуть мы положим немножко положим сахара немножко темно опять таки надо кто как любит соль сахар ложится сахар надо ложить совсем буквально чуть-чуть а соль каждый человек любит по-своему кто-то не любит кто-то любит более соленое поэтому подсаливать по тому как мне захотят ясно капуста начала поджариваться мы ее сейчас перемешаем еще раз не надо чтобы она сильно поджаривалась буквально щепотку соли но это не ладно мы возьмем так щепотку соли потому что соли почему-то в этой капусте не хватает вот такая чайная ложка и присыпаем сахаром так как капуста очень кислая мы возьмем еще чуть-чуть вот так все кто любит может добавлять перчик ну кто на что гас 600 грамм молока я уже знаю да отправляем греться митроволновку на одну минуту чтобы она была теплая берем молоко теперь мы берем 5 ложек сахара такие не полные как говорится в черт 1,2,3,4,5 5 ложек муки 1,5 теперь это все хорошо перемешиваем перемешиваем все все хорошо до однородной массы у кого есть кухонный комбайн которое делает тесто это быстрее и лучше вот так вот перемешали я купила вот такие дрожжи 11 грамм дрожжей опять таки высыпаем на 600 грамм молока на 600 грамм молока я беру две пачечки то есть 22 грамма дрожжей этого вполне достаточно для того чтобы у нас оно поднялось опять таки перемешиваем хорошо все хорошо перемешиваем масса готова мы ее затягиваем пленочкой вот так сделаем посредине Таня а зачем мы затягиваем пленочкой для того чтобы оно быстрее поднялось чтоб не попадал в воздух и оно быстрее у нас подойдет оно быстрее у нас подойдет просто шикарно щепотку соли буквально щепоточку вот так теперь добавляем муки опять таки муки мы будем добавлять по мере необходимости чтобы тесто было мягенькое мы пока насыпем столько муки и масло мы нальем где-то грамм сто вот так вот мы нальем масло потому что вымешивать мы будем на масле пока нам хватит вот и начинаем потихонечку сначала вмешивать шикарно подошло не знаю хорошо в Израиле другая мука смотри каждая мука разной фермы разная мука она почему-то не знаю почему но она разная у нее разная структура поэтому когда ты не знаешь муку лучше вмешивать постепенно мы вымешиваем тесто как видите муки мало потому что я еще чуть-чуть добавила масло мы будем добавлять совсем по чуть-чуть муки потому что тесто должно быть мягкое эластичное ты шо делаешь? это мой маленький секретик ну ладно какой секретик? как и быть вы да для того чтобы тесто было более эластичное и мягкое мы его отбиваем оно набирается кислородом потом лучше надымается и шо, пирожки вкуснее? и пирожки ну ну наверное ладно попробуем поверим тебе на слова шо, опять накрываем? да опять накрываем опять накрываем давай я тут подержу вот так держу и ты подтягивай с той стороны первый раз так хорошо вот так ну все ну теперь мы сделаем дырочку небольшую дырочку ну для того вот теперь нам нужно чтобы туда немножко попадало воздух но совсем чуть-чуть да? да сейчас мы ножничками сделаем вот такую посередине вот все небольшую дырочку все еще надо 20 минут перекур прошло 20 минут тесто у нас подошло шикарно подошло сейчас немножко посадим немножко посадим в смысле посадим? куда посадим? в тюрьму? да в тюрьму посадим от мисочки хорошо отстало вот такое тесто все начинаем лепить пирожки так нам нужен противень и пергамент противень есть так это вареники какие-то? это не вареники не похож на вареник похож? не похож вот так сейчас мы так будем лепить пирожки это большой маленький а зачем мне маленький? я хочу большой сюда не получше тогда так все хорошо друзья ну что я последел как Таня делает этот пирожок и сейчас попробую повторить то же самое твой на руками чтобы не выкруглил давай раскрывай раскрывай не бойся ну тогда определенно зачем сильно помнить тоже не надо правильно? ну достаточно ну достаточно правильно? а я сам себе буду положить лопаткой ну а как же я сам а что? вторую ложечку взять не надо не надо твои вкусные так лучше так сейчас моменту моменту моря стоять м с взрослым лопаткой вы на Ну все, друзья, иду на мастер-шеф. Ну и как же обойтись без сюрприза, правильно? Вот такой. Мы сделаем пирожок с такой начиночкой. И посмотрим, кто из нас счастливый. И кому мы сделаем такой же, по размеру, чтобы он никак не отличался. Мы просто положим меньше капусточки, чуть-чуть, и добавим туда конфетку. И посмотрим, кто из нас счастливый. Правда? Давай, Танюха. Так, расплюсну, чтобы одинаковые были. А то мой отличается, либо не пузька лежит. Не переживай, он подымется. Тесто подымется, и он будет одинаково. Положи чуть-чуть меньше капусты. Ага, да, у тебя только конфеты и капусты. Ну какая разница? Может, просто конфеты положим? Нет, не надо. Чуть-чуть капусточки и конфеточки туда. Тогда совсем чуть-чуть положим. Чуть-чуть, да, и конфетка сюда. У нас капуста и конфетка, конечно. Ну это ж символично. Кому, кто попадется счастливый. В Израиле такое делает? Я започаткую. Я ложу обычно либо перчика побольше, наперчу пирожок, либо какую-нибудь монетку положу. Ну монетку зубы сломать мой, нафига монетка? С добрая тетя. А тут конфетка, сладкий пирожок. Совершенно не отличается. Сладкий пирожок, друзья, супер, кому попадется. Ну, сейчас мы смазываем пирожочки. Так как кисточки у нас нету, мы вышли из положения, взяли ватку. Это яйцо с водичкой. Яйцо и чуть-чуть водички. А воно зачем? Для того, чтобы оно было жиже и не горело. Вот. Есть люди молоком смазывают. Ну, кто чем любит, тем пусть и смазывает. Я всегда делаю так. Это лично я. Хорошо. И вот так вот сейчас мы все смажем. Румяные будут, да? Да, для того, чтобы они были румяные. Такие блестящички. Красивенькие. Друзья, немножко охлаждаем духовку. Открыл, потому что там 250 градусов. Вот так вот, знаешь, пока заговорились, прозевали. А нам надо 180 градусов. Я сейчас так немножко прикрутил и духовку открыл. Охладим немножко. Все, поставили, да? На сколько минут? До готовности. Клиент дозревает, будь готов, пусть всегда готов. До какой готовности? Ну, смотри, как я привыкла печь на электродуховке, ну, меня это занимает минут 15. Хорошо. Минут 15-20. На 180 градусов. Только смотрим. Ждем. Будем по запаху определять. Точно. По запаху. Как ты еще догореть выключил. Ну, да. Без 15-10 вечера мы поставили пирожки в духовку. Первую партию. Первую партию. Достаем, да? Ну, по факту у нас прошло, так, 35 минут. Ну, смотри, я в духовку эту не знаю. Ну, вот они вот такие светленькие получились. Вот такие. Раз. Вот такие пирожочки. Сейчас сразу поставим в противень. Мы их вовремя успели поднять. Так. Вот такие. Да, друзья, ну, все-таки мы еще, знаете, вот когда мы положили с конфетой в духовку, мы потом подумали, а конфета же потечет и через тесто вытечет. И мы сделали еще один пирожок. Мы туда положили огурец. Так что у нас два счастливых. Ну, кстати, выняли, вот выняли, и вроде бы нигде не потекло. Мы даже не знаем, какой их есть. Вот, конфета-то шоколадная, она же там расплавилась, конечно, должна быть. Мы думали, что протечет. Но, по крайней мере, сверху ничего не видно. Ну, может, снизу там подтекло, конечно. Вот шоколадная пирожка. Нет, если бы подтекло, мы бы слышали. Да? Ну, теперь у нас... Ладно, у нас два счастливых пирожка с огурцом и шоколадом. Так, друзья, ну что? Первая партия, первые противи, мы уже сняли. Они тут уже у нас настоялись. Открываем. Ну, вы уже их видели же на предыдущем кадре. Ну, перейдем. Вот такая вот тятя. Так, ну, мне же должна попасться... Так, не выбирай. Бери любой. Да как, выбираю. Я не попасться. Ну, вот такой мне повкуснее, повкуснее. Вот этот возьмем. Вот этот хочу. Так. С шоколадом, интересно, мне попался. Знаешь, что сейчас... А, и шоколадом. Нет. Нет, не с шоколадом. А, и шоколадом. М-м-м-м. А, и шоколадом. М-м-м-м. М-м-м-м. Ну, что вам, ребята, скажу. Сделайте себе то же самое дома. И будет вам счастье. Саня вам все показала. Рассказала. Ну, что, все? Да. Друзья, на этом все. Если было вкусно... Тьфу ты, вкусно. Если было интересно, подписывайтесь. Нет, может, самое вкусное. Может, кто-то надеетесь сидит. Нам было вкусно, классно. А вам, если интересно, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Виталий и Танюша. Пока, друзья. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok